Веда Пульс Веда Пульс Веда Пульс Веда Пульс Веда Пульс Пресомнические расстройства сна, интросомнические расстройства сна и постсомнические. Давайте дадим краткую характеристику каждой из этих групп. Первая группа – пресомнические. Слово «пре» означает «пред», «начало», а «сомнус» – это «сон». То есть уже из названия видно, что это группа, которая объединяет нарушения сна, связанные с трудностью засыпания. То есть такому человеку трудно уснуть, но когда это удается сделать, сон, как правило, протекает вполне благополучно, человек не просыпается и вполне нормально спит до самого пробуждения. То есть проблема связана с тем, что трудно отойти ко сну. Но причины здесь тоже могут быть разные, но чаще всего, конечно, это психоаналлельный фактор. Допустим, какие-то определенные переживания, либо тревоги, которые волнуют человека, и он думает о них постоянно, не дают полностью расслабиться и уснуть. А также нужно отметить, что в пресомнических расстройствах тревоги могут быть связаны и с тем, что человек заранее подготавливает, если можно так выразиться, себя к тому, что ему не удастся уснуть. И он будет долго засыпать, ворочаться. И вот эта тревожность, связанная с нарушением отхода ко сну, тоже может стать одной из причин трудности засыпания. Интрасомнические расстройства. Ну, слово «интра» означает то, что находится внутри. Поэтому это расстройства сна, при которых процесс засыпания происходит вполне удовлетворительно. То есть человек засыпает нормально. Но вот в течение ночи очень часто пробуждается. И причины пробуждения могут быть самыми различными. Мы сегодня тоже попытаемся их проговорить. Итак, в течение ночи просыпается довольно часто. И после каждого из этих просыпаний ночных долго не удается уснуть. В следствии этого, как правило, на утро чувствуют состояние того, что не выспался. Соответственно, не восстановились ни физические ресурсы, ни эмоциональные. И поэтому чувствуется такое состояние невыспанности, если можно так сказать. Конечно, это будет отражаться и на работоспособности, и в целом на самочувствие этого человека. Пост-сомнические расстройства сна. Слово «пост» означает то, что происходит как бы после того, как человек уснул. Соответственно, что здесь? Здесь фаза, связанная с засыпанием, она никак не изменена. Сам процесс сна, он тоже удовлетворительный. Человек спит вполне нормально. Но вот просыпается очень рано. Очень рано наступает пробуждение. И повторная попытка снова уснуть не удается. То есть, все, да, сон прошел, и, соответственно, человек опять же не выспался, потому что итоговое время пребывания во сне, оно сокращается. Итак, это мы с вами сейчас попытались охарактеризовать общую классификацию нарушений сна. Сегодня мы разберем только некоторые виды нарушений сна, которые наиболее распространены, с которыми можно столкнуться наиболее часто, хотя видов нарушений сна огромное количество. Итак, начнем мы с такого состояния, которое называется бессонница. Ну, слово и понятие бессонница, я думаю, слышали все и, может быть, даже знакомы с этим состоянием. Что же это такое? Итак, бессонница – это одно из самых распространенных расстройств сна. И бессонница, она может относиться ко всем трем видам нарушений сна. То есть, бессонница может быть обусловлена засыпанием, нарушением засыпания. И вот такой вариант бессонницы, он встречается наиболее часто. Бессонница может быть связана с нарушением поддержания сна. То есть, это интросомническая бессонница. И бессонница связана с ранним просыпанием. То есть, постсомнический вариант бессонницы. Бессонницу можно рассматривать как совершенно самостоятельное состояние, когда эти проявления, да, связанные с нарушением сна, не связаны ни с какими другими патологическими состояниями. И, однако, чаще, наверное, все-таки бессонница может сопутствовать, сопровождать какое-то основное заболевание, на фоне которого она и, так скажем, проявляется. То есть, является одним из проявлений, проявлений в другом патологическом состоянии. Либо, как вот вы здесь видите, бессонница может возникать на фоне приема определенных лекарственных препаратов. Причины бессонницы. Почему нарушается сон? Ну, вначале давайте посмотрим. Здесь причины связаны в основном с психоэмоциональными нарушениями. И это причины, которые приводят к развитию бессонницы как самостоятельного процесса, первичного. Посмотрите, что на первом месте? Это, конечно же, стресс, это состояние тревоги. То есть, нарушается психоэмоциональная сфера, и это очень важно. Когда человек испытывает какие-то проблемы, пытается их решить, постоянно думает об этом, в результате происходит повышенная возбудимость структур головного мозга, и человек не может расслабиться, даже не может… Это приводит к тому, что он не может уснуть и нормально восстанавливать свои силы в течение сна. Посмотрите, что еще может послужить причиной бессонницы? Это различные вредные привычки, к которым относится нерегулярный график сна. Мы неоднократно говорим о таком понятии, как гигиена сна. И очень важно соблюдать режим сна, почему мы проговаривали на прошлом вебинаре, когда знакомились с фазами сна, с цикличностью наступления этих фаз, а также говорили о роли гормона мелатонина, который вырабатывается во время сна. Дальше. Это может быть какая-то повышенная возбуждающая активность перед сном. И вот этот момент особенно характерен для нарушения сна в детском возрасте. Поэтому, если дети перед сном занимаются довольно подвижными играми, либо чем-то возбуждены, это если мы говорим о младшем возрасте, если же говорить о подростковом возрасте, то это, как правило, дети занимаются, находятся, занимаются своими делами в интернете, смотрят какие-то, либо играют в игры, либо находятся на каких-то сайтах, либо общаются с своими друзьями перед сном. Это тоже возбуждает центральную нервную систему и способствует тому, что такому ребенку довольно трудно уснуть. И вот в связи с этим хочу привести такие данные. Были проведены исследования в детском возрасте, не у нас, в Великобритании, где была доказана роль гаджетов, без которых сейчас нашу жизнь представить уже невозможно, особенно вот в детском возрасте. То оказывается, что дети, которые используют, особенно в течение дня, особенно вечером, планшеты, смартфоны, нарушение сна за истекший год было выявлено у 8 тысяч детей до 14 лет. Если сравнить эту статистику с данными 2006 года, то есть 10 лет назад исследования проводились в 2016 году, то 3000 детей всего лишь страдали нарушением сна. И, соответственно, мы видим такой вот рост в плане нарушения сна в детском возрасте. То есть нужно сказать, что современные гаджеты, конечно, они влияют и нарушают в целом и психику, и нарушение сна, и приводят к много различным другим состояниям. В частности, это оказывает воздействие и на иммунитет, и приводят к развитию ожирения в детском возрасте, но это отдельная тема, которая тоже касается особенностей детского возраста. Дальше. Что еще может способствовать развитию бессонницы? Это прием различных каких-то компонентов, веществ. В нашем бытовых условиях это прием кофеина, это крепкий чай, это кофе, особенно перед сном. Это кола и другие напитки, которые обладают стимулирующим действием. Никотин и алкоголь в определенных дозах, как вам известно, обладают мощным возбуждающим эффектом. Нарушение в целом режима связано с перееданием по вечерам. То есть, если человек много и плотно наедается перед сном, то это, конечно, вызывает дискомфорт, и один из моментов приводит к нарушению сна, то есть бессонница. Бессонница возникает на фоне каких-либо патологических состояний. Ну вот, допустим, при затрудненном дыхании, при частых позывах к мочеиспусканию, при наличии какого-то хронического болевого симптома, то есть на фоне какого-то основного заболевания. Это могут быть такие проблемы, как артрит, сердечное недостаточное, заболевания легких. Значит, это может быть гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. Что это такое? Это нарушение функции желудочно-кишечного тракта, когда происходит заброс кислого содержимого желудка в пищевод, и человек испытывает состояние изжоги, соответственно, неприятные, некомфортные условия, и это его беспокоит и приводит к тому, что человек не может уснуть, либо просыпается ночью. А также, как вы видите, да, это нарушение эндокринной функции. Прежде всего, нарушение функции щитовидной железы, и, как правило, это гиперфункция, то есть тиреотоксикоз. Гормоны щитовидной железы, они обладают выраженным, возбуждающим влиянием на центральную нервную систему, то есть в целом на нейроны коры, возбуждающие действия. Тоже то, что не позволяет полностью расслабиться. Ну и ряд различных психических заболеваний. Мы с вами сказали в самом начале, что с возрастом сон становится менее продолжительным, и проблемы, связанные со сном, они увеличиваются с возрастом. Да, действительно, это так. То есть люди, так скажем, взрослые, пожилые люди, они становятся сон, их более беспокойны. Сон становится поверхностным, неглубоким, и такие люди, они более чувствительны к различным звуковым раздражениям. От значительных звуковых, шумовых воздействий они легко просыпаются. Нужно сказать, что с возрастом внутренние часы каждого человека, если можно так выразиться, убегают вперед. Почему? Вернее, что происходит? С возрастом человек быстрее устает к концу дня, то есть усталость вечером наступает быстрее, значит, такие люди ложатся спать раньше, чем зрелые и молодые. И, соответственно, утром они пробуждаются тоже раньше, пробуждение наступает раньше. И если говорить о том, что еще и сон поверхностный, то время, проведенное во сне, сокращается, а люди пожилого возраста, время сна такое же, как и у людей среднего возраста, то есть мы говорили, это от 7 до 9 часов, то есть в среднем 7-8 часов человек должен спать взрослый и среднего возраста, и пожилого. Давайте посмотрим на представленном слайде, что же происходит, каковы причины, и что изменяется с возрастом в структурах головного мозга. Ну, прежде всего, страдает четвертая фаза медленного сна. Давайте вспомним, значит, как циклично развивается сон. Выделяют медленный сон и быстрый сон. И в медленном сне есть 4 фазы. От дремоты до наступления глубокого медленного сна, который называется дельта сон. Мы про него тоже подробно говорили в прошлый четверг. Так вот, с возрастом доля, вернее, дельта сна в общей продолжительности сна снижается. Значит, а что происходит в фазу медленного глубокого сна? Идет выраженное торможение в структурах нейронов головного мозга. И этот сон способствует, как правило, восстановлению физических сил организма. Так вот, с возрастом доля дельта сна, она снижается. Дальше. Если посмотреть на структуры мозга, на морфологические структуры, то префронтальная кора, это передние отделы коры головного мозга, она теряет в объеме. Ну, если сравнивать с возрастом зрелым и молодым. И что же еще с возрастом происходит? С возрастом усиливается выработка кортизола. Мы с вами тоже говорили, да, о роли гормона мелатонина и гормона кортизола. И говорили, что кортизол это гормон стресса, который способствует быстрому, прежде всего, ну, не быстрому, а вообще в целом способствует процессу пробуждения. Так вот, у людей пожилого возраста усиливается выработка этого гормона, гормона стресса, который является антагонистом гормона сна, а значит, способствует быстрому наступлению пробуждения. Вот такие изменения, характерные для, значит, возрастные изменения, и они и будут определять изменения продолжительности структуры сна с возрастом. Значит, бессонница. Какие существуют методы коррекции, методы лечения? Значит, разберем основные моменты. Итак, если человеку очень сложно уснуть, то вот это вот ожидание, да, то есть получается, что он как бы боится наступления ночи, то, что нужно ложиться спать, и он снова, у него не удастся быстро уснуть, вот это вот метание, это все вызывает тревожность, и само вот это ожидание, что не получится поспать, вызывает тревожность, повышает психоэмоциональную возбудимость, и, конечно, будет способствовать, скажем, наступлению бессонницы и нарушению в целом сна. Поэтому все, что связано с процессами возбуждения, нужно обязательно перед сном уменьшать и полностью исключать. Поэтому, что можно предпринять в обычной жизни? Спальню нужно использовать только для сна, и ни в коем случае в спальне не должен находиться ни телевизор, ни компьютер, особенно не нужно включать, да, и смотреть различные передачи перед сном, которые возбуждают. Нельзя, соответственно, читать в постели, вот, и вообще желательно, чтобы в спальне не находились вообще никакие гаджеты, ни телефоны, ни планшеты, то есть это все нужно из спальни убирать. Таким образом, должен сформироваться как бы условный рефлекс, такой, что спальня – это только место для сна, а не для работы, не для общения и не для игр, не для чего другого. Если не удается уснуть, да, то есть нарушена фаза засыпания, то, как вот видите, да, не стоит пытаться заставить себя это сделать и длительное время находиться в кровати, ворочаться. Лучше выйти из спальни и сделать какие-то расслабляющие процедуры. Ну, какие? Их вообще можно даже, скажем, эти процедуры применять перед сном. Допустим, это теплая расслабляющая ванна. Да, она способствует релаксации и, соответственно, сон будет наступать более легко. Это чай теплый, но без кофеина. Лучше это какие-то травяные чаи, либо это какая-то такая вот релаксирующая музыка, которую можно послушать перед сном. И очень важно, да, что идет еще в рекомендациях в плане, так скажем, борьбы с бессонницей. Не надо ставить в спальне часы на самом видном месте и не нужно отслеживать, да, сколько времени вот проворочился, прошло уже 15 минут, либо час прошел, потому что это еще более раздражает. Теперь давайте поговорим о каких-то фито, так скажем, воздействиях, которые можно применять при бессоннице. Давайте посмотрим. Оказывается, можно применять различные отвары и, в частности, и настои. Вот вы видите настой пустырника. Я не буду проговаривать, в каких пропорциях что берется, здесь это все видно. Но настой пустырника, он применяется в течение целого дня. И пустырник обладает хорошими седативными свойствами. И если рассматривать типы аюрведические вата, питокапха, то вот этот настой пустырника, он больше всего рекомендован представителям питотипа. Если же говорить о питотипах других типов, то нужно сказать, что вата тип пустырник по индивидуальным типам конституции, он не подходит, несмотря на то, что обладает седативными действиями. А для питотипа это как раз в качестве рекомендации можно использовать. Что можно использовать еще? Какие настои? Смотрите, это настой смеси тмина. Основное в этой смеси это тмин, укроп, опять же, трава пустырника, корень валерьяны, помогает справиться с бессонницей. Тоже применяется в течение дня в целом как седативный препарат. И вот этот настой, особенно за счет того, что там находятся семена тмина, он наиболее показан людям с типом конституции капха. И следующий вариант, тоже, который можно использовать в качестве фитотерапии коррекции бессонницы, это использование измельченного корня валерьяны, который принимается также в течение дня. И здесь помимо фитотерапии корень валерьяны, в целом валерьяна, может использоваться в качестве терапии нано, и можно даже делать аромовоздействие в спальне, где человек спит. Вот этот рецепт можно больше порекомендовать людям-представителям вата типа конституции. Следующий момент, который сегодня хотелось бы отразить в плане нарушения сна, наверняка тоже многие слышали и встречали в своей жизни с таким нарушением сна, как самнамбулизм. Что такое самнамбулизм? Ну, слово «сомнус» мы уже знаем, это сон, «самбуляры» это ходить, гулять. Но другими словами, самнамбулизм обычно среди людей простое название это лунатизм. И все так говорят, да, лунатизм, люди, которые страдают этим расстройством, называют их лунатиками. Так вот, самнамбулизм это одна из форм нарушения сна, проявлением которой является неосознанное хождение во сне. Посмотрите, страдает каждый 50-й житель планеты. И, если посмотреть возрастную категорию, то, опять же, лунатизмом чаще всего он встречается в детском возрасте. Это где-то возраст детский, это примерно от 4-х лет и уже подростковый до 16-ти. То есть, вот от 4-х до 16-ти лет наиболее часто встречаемая проблема самнамбулизма вот именно в этой возрастной категории. Итак, когда во время ночного сна может возникнуть это состояние? Лунатизм возникает, как вы видите, период фазы глубокого сна. То есть, это опять дельта сон. Это четвертый этап первой фазы медленного глубокого сна. Как правило, это где-то первый цикл или второй цикл. Мы с вами говорили, что за ночь циклов может быть 5-6. Так вот, как правило, проявления лунатизма будут в начале ночного отдыха. Это первый и второй цикл. Итак, почему возникает лунатизм? Лунатизм возникает в том случае, когда в период сна наблюдается, мы знаем, торможение функции центральной нервной системы. И оно есть у этих людей. Но вот этот процесс торможения, он не распространяется на области головного мозга, которые отвечают за движение, за двигательные функции. И получается, что те отделы мозга, которые контролируют двигательные функции, это, как правило, связаны опять же лобной долей головного мозга, это область префронтальной извилины, это двигательные зоны коры, которые связаны с подкорковыми образованиями, стволовых центров, отвечающих за движение, вот они не находятся в состоянии торможения. И получается, что подавляющее число функций организма, как это и положено во время сна, тормозится, а функция движения нет, она остается активна. И во время эпизода сомнамбулизма притупляются все виды чувств, значит, и человек, находящийся в таком состоянии, он не осознает опасности, он не понимает, что если он выходит на карниз балкона 12 этажа и пройдет, как правило, по этому карнизу и вернется обратно, если его никто не будет пугать, отвлекать, то есть он не будет пробуждаться, то, соответственно, он этого не понимает. Органы чувств притуплены и, соответственно, он может это сделать. Но, как правило, так как мы говорим о других отделах головного мозга находятся в состоянии торможения, поэтому человек может совершать какие-то поступки и таким образом наносить вред как себе, так и окружающим, но при этом он не осознает этого, то есть осознанности содеянного в данный момент у человека нет. И вот особенности в состоянии лунатизма в состоянии головного мозга. Когда исследовали, что же происходит в структурах головного мозга, когда возникает приступ сомномулизма, исследовали опять при помощи электроэнцефалограммы, которая регистрирует волны активности клеток головного мозга, то оказывается, что происходит регистрация тех явлений, которые соответствуют, как вы видите, состоянию бодрствования и состоянию дремоты. То есть мы говорим о, как правило, префронтальной зоне коры, соответственно, здесь торможения нет. И если оно есть, так как при фазе дремоты, мы говорили, это некое пограничное состояние между бодрствованием и сном, то это еще раз подтверждает о том, что именно определенные отделы головного мозга, они не входят в состояние торможения. Но при этом человек спит. Мы помним, что человек спит, такие особенности, и поэтому будить сам намбулу в тот момент, когда он ходит, особенно, когда он где-то в каких-то опасных условиях находится, его не следует будить, потому что это может человека сильно напугать и привести к тому, что он может упасть с какой-то высоты и, соответственно, причинить вред своему состоянию здоровья. А также, когда человек проснется, если его набудить состояние сомнамбулизма, он может, во-первых, испугаться, и это может вызвать развитие каких-то других психических расстройств. Такого человека нужно просто спокойно взять за руку и спокойно отвезти и уложить, положить опять в свою постель. И ни в коем случае никаких раздражающих воздействий. Каковы причины сомнамбулизма? Почему каждый 50-й житель планеты испытывает это состояние? Ну, опять же, есть первичные какие-то моменты и сомнамбулизм как одно из проявлений какого-то основного состояния? Давайте посмотрим, что оказывается ряд внешних и внутренних факторов могут приводить к хождению во сне. Какие? Ну, прежде всего, это опять стресс. Это стресс, такое всеобъемлющее понятие. Это утомление, недосыпание, хроническое недосыпание, хроническое переутомление, когда человек очень много занят, работает, отдыхать совершенно он не успевает. Опять же, давайте возьмем детский возраст. Если ребенок сильно нагружен в течение дня, да, то есть помимо школы, помимо основных занятий, он посещает еще несколько кружков и секций, то, конечно же, полностью восстановиться у него просто на это не хватает времени. У него происходит мощное перевозбуждение в структурах головного мозга, и, соответственно, это может быть одной из причин развития у ребенка сомнамбулизма. Ну и остальные причины, которые вы видите, на фоне лихорадки, то есть повышенной температуры, то есть это выраженные лихорадки, как правило, высоких цифр, фибрильная лихорадка примерно 40 градусов, достаточно очень высокие цифры могут быть изменения центральной нервной системы, которые могут привести к развитию сомнамбулизма. А также сомнамбулизм может быть связан с какими-то физическими и психическими заболеваниями, то есть как проявление, как симптом. В каких таких состояниях встречается сомнамбулизм? Это все состояния, которые связаны с травмами головного мозга. травмами головного мозга. Это состояния, которые связаны с повышенной активностью в нейронах головного мозга, допустим, на фоне эпилепсии. Это мигрень, это какие-то судорожные расстройства, это так называемый синдром беспокойных ног, о котором мы сегодня тоже скажем несколько слов, и обструктивное апноэ сна, то есть когда у человека во время сна нарушается дыхание, сейчас мы про это будем говорить как раз, то есть непосредственно то, что обычно называется храп, выраженный храп и различные другие заболевания, которые тоже будут оказывать влияние на изменение дыхания во время сна. А также к сомнамбулизму приводит прием возбуждающих психотропных препаратов, прежде всего это наркотики, это прием алкоголя, хронический алкоголизм в целом приводит к нарушениям психической сферы, психического здоровья человека, в том числе и нарушению сна. Следующее состояние, которое мы сейчас с вами будем разбирать, связанное с нарушением сна, это, как я уже сейчас сказала, это синдром сонных ночных апноэ, расстройство дыхательной функции, характеризующиеся периодическими остановками дыхания во сне. Давайте сразу немножечко по терминологии. Первое это апноэ. Слово апноэ, пноэ, пнезис, это вообще дыхание, а приставка а означает отсутствие. Так вот, нарушение дыхания, кратковременное отсутствие дыхания во время сна. или, как вы видите, в определении периодическая остановка дыхания во время сна. Так вот, когда такое бывает? Это чем проявляется, вернее, для синдрома сонных апноэ характерен постоянный сильный храп. Ну, может быть, как-то в жизни не всегда мы слышим сонные ночные апноэ, что это такое, а вот все, что связано с явлениями храпа, что человек храпит во сне, ну, с этим сталкивались, пожалуй, все в своей жизни. Итак, значит, мы сейчас будем говорить, о чем человек во сне храпит и, соответственно, как это отражается на качестве сна и, в целом, на жизнедеятельности и состоянии здоровья этого человека и к чему может привести храп. А, другими словами, это кратковременная остановка дыхания во время сна. Итак, состояние или синдром сонных ночных апноэ характеризуется тем, прежде всего, храпом и выраженной дневной сонливостью. Вот эта вот остановка дыхания во время сна, она является, смотрите, потенциально опасным для жизни состоянием. Почему? Потому что тогда, когда наблюдается апноэ, то есть человек во время ночного сна перестает дышать, нарушается гемодинамика, гемодинамические расстройства. Что это такое? Это движение крови по сосудам и доставка питательных веществ каждой клетке нашего организма. И прежде всего, это доставка питательных веществ клеткам головного мозга. То есть во время сна, гемодинамические расстройства на фоне апноэ приводят к тому, что часть клеток не получают, допустим, кислорода, в том числе клетки головного мозга. И, конечно же, остановка дыхания влечет за собой нестабильность сердечной деятельности вплоть до нарушений ритма сердца. Распространенность этого состояния синдрома ночного апноэ с частотой эпизодов нарушения дыхания свыше пяти раз, то есть пяти остановок дыхания в час, а это довольно-таки много, встречается практически, мы видим, у 24% взрослых мужчин и у 9% взрослых женщин. То есть, если посмотреть статистику, получается, что каждый четвертый взрослый мужчина страдает этим расстройством. И примерно каждая десятая женщина, тоже страдает этим расстройством, связанным с нарушением дыхания во время сна. При этом примерно 7% мужчин и 5% женщин отмечается очень выраженная степень обструктивного апноэ и еще сопровождающаяся дневной сонливостью. Вот здесь на этом слайде довольно красочно показано, что апноэ во сне может сопровождаться остановкой дыхания более чем на 10 секунд. То есть 10 секунд организм во время сна не дышит. А если таких эпизодов было за час 5, то, конечно же, это приведет к нарушению гемодинамики. Вот это вот остановка дыхания. Чем она будет сопровождаться? Она будет сопровождаться, что человек во сне делает серию глубоких вдохов. То, что мы и называем храпом. Для чего? Для того, чтобы протолкнуть воздух по дыхательным путям, чтобы он дошел до легких. Соответственно, вот эта вот ситуация, она приводит к нарушению сна, то есть человек может сам и проснуться от этого и, соответственно, в течение дня испытывать сонливость. Если такие постоянные просыпания в течение ночи происходят, человек ворочается во сне, полноценно не отдыхает, головной мозг достаточно не кровоснабжается, то это приводит к изменению когнитивных функций, но прежде всего к ухудшению памяти и интеллекта. И, как следствие, снижает работоспособность и человек постоянно испытывает состояние усталости. Давайте посмотрим на этот слайд. Здесь все тоже очень наглядно показано. Во-первых, скажем, что синдром обструктивных сонных апноэ чаще встречается у лиц, которые страдают ожирением, это очень важно отметить, какими-то эндокринными расстройствами и, опять же, подвержены частым стрессирующим воздействиям. Давайте посмотрим на эту картинку. Вот здесь показана совершенно нормальная ситуация, нормальное дыхание. То есть, человек во время сна воздух у него спокойно поступает через воздухопроводящие пути и свободно проходит через носоглотку, дальше через гортань, поступает в трахею и идет к легке, где участвует в козообмене. Что происходит, какие изменения происходят при синдроме обструктивного апноэ сна? воздух поступает через полость носа, посмотрите, а дальше движение воздуха блокируется, блокируется и получается, что перекрываются воздухопроводящие пути, допустим, мы сейчас это увидим, допустим, изменением структуры мягкого неба, это может на это влиять, либо сильно большим маленьким язычком. И в результате этого воздух не проходит и не доходит до легких. На все измененные ситуации человек делает несколько усиленных вдохов, то, что мы называем храпом. То есть вот здесь нарушение дыхания связано исключительно с обструкцией дыхательных путей. И есть еще одна форма нарушения дыхания во время сна, она называется центральная апноэ. Центральная апноэ, то есть когда причина находится не в нарушении проходимости воздуха по дыхательных путях, а причина находится где-то в структурах головного мозга. Мозг, его задача посылать постоянно импульсы, сигналы к дыхательным мышцам для того, чтобы осуществлять механику вдоха и выдоха. Но мы сегодня вот эту ситуацию не трогая, мы разбираем именно синдром обструктивного апноэ сна. Итак, к развитию этого синдрома во сне предрасполагают некоторые анатомические особенности верхних дыхательных путей. Какие? То есть кто предрасположен к развитию этого состояния? Ну, прежде всего это те люди, у которых толстая шея, узкие носовые ходы, это увеличенное мягкое небо, миндалины, небные миндалины, либо глоточная миндалина, и небный язычок. И нужно сказать, что в развитии вот этого синдрома не последнее место занимает наличие наследственного фактора, то есть наследственность. Вот, да, сейчас вы видите перед собой слайд, где просто классический вариант общего вида человека, который страдает синдромом обструктивного апноэ. Вы видите, да, что человек явно с лишней массой тела, то есть здесь на лицо имеется ожирение, короткая шея, вот, и возможно есть какие-то анатомические к этому предпосылки, которые мы сейчас с вами разобрали. Это все, что будет способствовать нарушению движения воздуха. Это все те лор изменения, вся та лор патология, которая может встречаться. Это заложенность носа, искривление носовой перегородки, это какие-то полипы, то есть все, что препятствует движению воздуха. Далины очень крупные, которые во время горизонтального положения, во время ночного сна нарушают прохождение воздуха, так далее. Это могут быть какие-то индивидуальные особенности строения, как, ну, допустим, скошенный подбородок, или это может быть маленькая нижняя челюсть. То есть это все-таки факторы, которые способствуют развитию этого проявления. Основные симптомы, второй столбик, конечно, на первом плане это храп, это то, что видят окружающие, слышат, правильнее было бы сказать, это то, от чего побуждают и полностью не восстанавливаются. Дальше, это дневная сонливость в течение дня, нарушение кровоснабжения головного мозга во время таких остановок может способствовать развитию того, что у него утром головная боль, у человека просыпается уже с головной болью, конечно же, беспокойный сон, либо это в целом бессонница. На фоне того, что человеку не удается нормально восстановиться, это раздражительность, то есть страдает психоэмоциональная сфера, и, конечно, то, что отражается на всех когнитивных процессах. Это плохая память, это снижение внимания, концентрации и так далее. То есть проявлений этого состояния очень-очень много. И вот здесь, на этом слайде вы видите, как с этим бороться. И один из методов коррекции этого состояния является хирургическое лечение храпа. Но, как вы видите, что это не является лечением апноэ сна. а только соответственно улучшает состояние человека и дает ему спокойно дышать. Дальше мы поговорим о том, какие существуют современные методы коррекции этого состояния. Итак, как исследовать? Ну, понятно, что человек храпит, что окружающие видят и страдают от этого, а не только сам, так скажем, храпящий. можно исследовать сон путем таких методов исследования, респираторное мониторирование, то есть исследовать дыхание во время сна, или метод, который называется полисомнография. Вот это методы, которые позволяют диагностировать синдром обструктивного апноэ сна и установить тяжесть этого состояния и уже соответственно выбрать какие-то методы воздействия. Ну, вот здесь сразу привожу, как оперативно можно корректировать это состояние. То есть хирургически можно восстановить дыхание, коррекция, допустим, носовой перегородки, устранение каких-то препятствующих факторов. Делается, так скажем, воздействие на мышцы мягкого неба, для того, чтобы они стали более, так можно выразиться, более упругими и не препятствовали движению воздуха, вплоть до установки имплантов мягкого неба. Это воздействие радиоволновое, допустим, на мягкое небо. Это различная увулопластика. Увулопластика это пластика маленького язычка. Это возможно, если так стоит острый вопрос, это и танзилоктомия, то есть удаление небных мандалин, которые перекрывают движение потоку воздуха. Какие еще рекомендации можно дать? Если у человека избыточная масса тела, то, конечно же, одна из рекомендаций это борьба и устранение избыточной массы тела, которая является, показывает довольно хорошие результаты по коррекции храпа. но самым современным методом воздействия и коррекции синдрома вот этих ночных обструкций является так называемая СИПАП терапия. Это аббревиатура от английского названия этого воздействия. Что это такое? Это использование определенного прибора, правильнее было бы сказать, такого вот некого компрессора, вот он здесь показан, который обладает довольно гибкой трубкой, она поступает через носовые ходы, таким образом позволяет воздуху беспрепятственно проникать по дыхательным путям и доходить до легких. Давайте опять же посмотрим вот эту вот картинку. Здесь показано нормальное дыхание человека во время сна. Вот он поток воздуха свободно проходит и движется дальше. Что наблюдается при прерывистом дыхании перекрыто движение воздуха по дыхательным путям. Использует человек в своей жизни вот этот СИПАП компрессор, то есть СИПАП терапия. Вот эта вот трубка, которая поступает в носовые ходы, по ней двигается воздух, а компрессор подает воздух постоянно под положительным давлением. И таким образом дыхательные пути не смыкаются. Человек нормально дышит в течение ночного сна, не происходит никаких апноэ, установки дыхания нет, гемодинамика не нарушается, соответственно, все ткани получают достаточную трофику, и сам человек высыпается, и, соответственно, вот это один из современных методов коррекции всех тех проявлений, которые связаны с храпом, то есть синдромом ночных обструкций. И последнее, что мы сегодня с вами раздарем, это так называемый синдром беспокойных ног. Тоже наверняка слышали, но может быть, не вот такое само название, как оно звучит по медицинской терминологии синдром беспокойных ног, а проявление этого состояния. То есть чем оно характеризуется? Оно характеризуется неприятными ощущениями в нижних конечностях, которые, как правило, проявляются в покое, а еще наиболее выражены они во время ночного сна. И вот эти неприятные ощущения, они заставляют пациента приносят облегчение. То есть движение, перебирание ногами во время ночного сна приводит к нарушению этого сна, у человека возникает прерывистый сон, значит он полностью опять же не высыпается и не восстанавливается. Оказывается, что где-то примерно в 50% случаев установить причину вот этого синдрома беспокойных ног не удается. Конкретной причины не установлено. То есть не выявлено никакое ни неврологическое, ни соматическое заболевание. Это так называемые идиопатические проявления. И вот эти идиопатические проявления ни с чем не связанные, они встречаются в молодом возрасте, то есть до 30 лет. И также прослеживается наследственность в выявлении и проявлении этого состояния. А также это состояние симптом беспокойных ног может быть как симптом какого-то основного заболевания, основного нарушения. Что это может быть за нарушение? Это может быть нарушение, связанное с дисбалансом микроэлементов в организме. В частности, посмотрите, дефицитом железа и дефицитом магния. То есть недостаток этих микроэлементов приводит вот к таким вот неприятным ощущениям. Это различные метаболические нарушения. Допустим, это уремия. Уремия это накопление продуктов метаболизма, токсических продуктов в крови в связи с тем, что нарушена функция почек. Метаболические изменения, нарушения, связанные с сахарным диабетом. Это могут быть различные проявления гиповитаминоза, чаще всего связанные с дефицитом витамина В. алкоголизм это вообще так скажем причина развития многих состояний, в том числе и одной из них является вот этот вот это могут быть это состояние может быть на фоне различных абструктивных заболеваний легких при гипотириозе и при тиреотоксикозе, то есть опять же это эндокринопатология и облитерирующие состояние артерии облитерирующий эндоартериит это нарушение движения крови по артериям нижних конечностей, то что сопровождается нарушением питания, трофики тканей. В результате этого неприятные ощущения. И вот нужно сказать, что вот этот вот синдром беспокойных ног, он выявляется также еще у беременных женщин и примерно каждая пятая беременная женщина может предъявлять жалобы на синдром беспокойных ног. И это состояние проявляется как видите уже второй, третий триместр беременности и после родов самостоятельно и исчезает. Значит какие клинические проявления? Ну про клинические проявления мы уже сейчас с вами говорили, это неприятное ощущение в конечностях, что влечет за собой постоянно совершать какие-то движения на фоне этого, так как это происходит во время ночного сна, возникает бессонница, человек либо просыпается, потом заснуть не может, либо уснуть не может изначально. Ну как правило вы видите это инсомне, то есть нарушения связанные в самом состоянии сна, то есть человек просыпается часто. Вот дальше, если человек не высыпается, мы говорим сегодня о проблемах связанных с нарушением сна, то соответственно что он испытывает сонливость в течение дня, быструю утомляемость и вот эта вот жалоба, жалоба на плохой сон, она является ведущей основной жалобой при этом состоянии. Что рекомендуется, какие воздействия при этом состоянии? Прежде всего всегда рекомендуется физическая нагрузка, то есть умеренная физическая нагрузка в течение дня. Это как правило перед сном душ или мягкая такая релаксирующая ванна. Это обязательно нужно следить за своей диетой, то есть сбалансировать диету и отказаться от употребления как правило лучше вечернее, но можно так скажем отказаться и дневное и вечернее время, каких-то продуктов обладающих возбуждающим действием. Это крепкий чай, это кофе, другие кофеин содержащие продукты, ну допустим это шоколад. Конечно же это ограничения в приеме алкоголя, курения и в целом это организация своего режима дня. Показан массаж ног и показаны физиотерапевтические методы воздействия. Какие? Допустим это вибромассаж опять же ног, это воздействие путем дарсонализации, это магнитотерапия и рефлексотерапия улучшат это состояние. Такие вот методы воздействия. Ну вот наверное пожалуй все, что получилось осветить вот в этой большой проблеме связанной с нарушением сна. Конечно мы рассмотрели только какую-то определенную часть всей этой проблемы, но пытались затронуть так скажем наиболее часто встречающиеся нарушения. Если есть какие-то вопросы пожалуйста задавайте. спасибо большое. Спасибо. Вам тоже большое спасибо за внимание. Приглашаем вас на наши следующие вебинары. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. 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 .